Благодарю тебя, Создатель, что я в житейской кутерьме не депутат и не издатель и не сижу еще в тюрьме. Благодарю тебя, Могучий, что мне не вырвали язык, что я, как нищий, верю в случай и к всякой мерзости привык. Благодарю тебя, Единый, что в Третью Думу я не взят. От всей души блаженной миной благодарю тебя сто крат. Благодарю тебя, мой Боже, что смертный час гроза глупцов. Из разлагающейся кожи исторгнет дух в конце концов. И вот тогда молю беззвучно, дай мне исчезнуть в черной мгле. В раю мне будет очень скучно. Ад я видел на земле. Михаил Жванецкий о Бале Пугачевой. «Господи!» Мы все понимаем, как глубока и значительно классическая музыка, но властвует легкая, потому что легкая музыка характеризует эпоху. А Пугачева властвует в легкой музыке. Буквы сохраняют нацию, а ноты сохраняют мир, потому что ноты пересекают границы мгновенно. В легкой музыке нуждаются, все без нее жить не могут. Люди пилят, варят сталь под Пугачеву. Голос Аллы остается в ушах навсегда, а в душе остается ее крик, крик женщины. Потому что свобода – это женщина, молодость – это женщина, мир, а не война – это женщина. И главная возможность любви для появления людей на земле – это женщина. «Голос Аллы – это зов женщины нашей страны. Она живет так, как ей нравится. Женщина должна быть такой. Миллионы любят ее. Кого хочет, любит она. Остальные известны постольку, поскольку они имеют к ней отношения». Он вышел. Зал взбесился на мгновение. Пришла в согласие инструментов рать. Пал пианист на стул, и мановенья волшебной трости начал ожидать. Из книги Марина Влади. Владимир или прерванный полет. У тебя есть тайная страсть к одному человеку, которым я сама глубоко восхищаюсь. Однажды, весь сияя от радости, ты сообщаешь мне, что Святослав Рихтер ждет нас к чаю. Я редко видела, чтобы у тебя так светились глаза. Ты чрезвычайно старательно выбираешь, что надеть, и все время спрашиваешь меня, который час. Нам и вправду оказана великая честь. С Рихтером мало кто встречался у него в доме. Он очень замкнутый человек и привык к одиночеству. К тому же он почти все время на гастролях. Ты польщен тем, что твои песни, твоя работа в театре нравятся ему. Это приглашение своего рода признание. Ты, уличный мальчишка, смещанки, композитор, не умеющий записать ноты, приглашен самым великим пианистом своей страны. Какое счастье! Я познакомилась с Рихтером в Париже у моей сестры Адиль Версуа, его давней и страстной поклонницей и близкой подруги. Я тоже рабею, поскольку за исключением этой короткой встречи я видела его лишь как восторженная зрительница на концертах. Как дети мы переглядываемся, прежде чем войти в подъезд красивого дома в центре Москвы, где он живет. Мы поднимаемся по лестнице и звоним. Ты не успеваешь опустить рук, старающихся пригладить непослушные волосы, как дверь открывается. Ты так и остаешься стоять руки вверх. Седовласый великан с мягкими голубыми глазами протягивает тебе ручищи. И невозможно себе представить, что эти огромные пальцы умеют скользить по клавишам, заставляя их так удивительно звучать. Мы входим в очень большой светлый зал. Здесь стоят два черных рояля, несколько банкеток вдоль стены. На полу разбросано конфетти, разноцветный серпантин цепляется за ноги. На банкетках бумажные колпаки, свистульки и маски напоминают о том, что только-только кончился праздник. Сегодня ночью я принимал моих сокурсников по консерватории, всех, кто остался в живых. Ведь столько лет прошло. Мы веселились всю ночь, играли в шарады. Разве теперь умеют так веселиться? Идемте, моя жена ждет вас. После большого зала по-восточному убранная комната, где накрыт чай, кажется особенно уютной. Красивая женщина, одетая в темный шелк, здоровается с нами глубоким голосом оперной певицы. Я замечаю, что ты слегка покраснел, сжимаешь и разжимаешь пальцы, твой голос еще более хриплый, чем обычно, выдает волнение. Мы пьем янтарный чай старинных фарфоровых чашек и едим тающие во рту домашние печенья. В разговорах о том, о сё мы дивно проводим время. И, волоча за собой несколько ленточек серпантина, приставших к обуви, мы спускаемся по лестнице, все еще находясь во власти волшебства. Из дневника Святослава Рихтера 4 января 1976 года. Когда нас посетили Высоцкий с Мариной Владе, наша большая комната была как цирк, все стены расклеены космическими изречениями, следы вечеринки моего курса. Высоцкий с удовольствием спел под гитару свои песни. Мы симпатично посидели. В 1984 году я буду присутствовать в Париже на репетиции Рихтера. Когда маэстро поднимется, я подойду к нему, и мы посмотрим друг на друга долгим взглядом. Своими сильными руками он возьмет меня за плечи, печально улыбнется и тихо скажет. Нужно всегда быть готовым умереть. Это самое важное. Ах, откуда у меня грубые замашки? Походи с мое поди даже не пешком. Меня мама родила в сахарной рубашке, подпоясала меня красным кушаком. Так откуда у меня хмурая надбровья? От каких таких причин белые вихры? Мне папаша подарил бычье здоровье И в головушку вложил нехухры-мухры. Начинал мытье мое с сондуновских бань я, Вместе с потом выгонял злое недобро. Годен в смысле чистоты и образования. Тут и голос должен быть чисто серебро. Пел бы ясно я тогда, Пел бы я про шали, Пел бы я про самое главное для всех. Все б со мной здоровкались, Все бы мне прощали, Но не дал бог голоса нету, Как на грех. Но воспеть-то хочется да хотя бы шали, Да хотя бы самое главное и то. И кричал со всхрипом я, Люди не дышали, И никто не морщился, Право же, никто. От кого же сон такой, Да вранье, да хаинье? Я всегда имел в виду мужиков, не дам. Вы же слушали меня, Затаив дыхание. А теперь ханы же те, Только я не дам. Был раб божий, Нес свой крест, Были урабавши, Отрубили голову, Испугались в шеи, Да поплакав разошлись, Солоно хлебавши, И детишек не забыв, Вытолкать вза шеи. Иван Бортник Мне дает сценарий, Я думаю, ну как, Знакомый человек, Почему бы не отсняться И денег заработать, Но не могу, Не могу я этот текст произносить, Ни о чем не жалею, Отказывался же только от дерьма, Которого предлагали немало. Понимаете, Мне хочется хорошего материала, Чтобы фантазия работала, Чтобы я думал об этом, Чтобы душу разбудила, И у меня железная интуиция, Я очень редко ошибаюсь, Но разве что вспоминать стыдно, Это когда я согласился Сниматься в фильме «Импотент», Чудовищно в этом, Прочитал сценарий, У меня волосы дыбом встали, Но тогда мы без копейки сидели, Думаю, скажу, Тысяча долларов, Понимаю, что, конечно, Никогда мне этих денег не дадут, А Эй Рамжан этот, У которого все время снимались, Панкратов Чернов, Кокшенов, Мишка Державин, Каждый месяц он по картине стряпал, Ничуть не смутился, Да, говорит, согласен, Ё-моё, думаю, Вот стыдобуха-то! Ах, Ваня, Ваня, Бортник, тихий сапа, Как горжусь, Что я с тобой на ты! Как жаль, Спектакль не видел Паша, Павел, римский папа, Он у тебя б набрался доброты! Я встретился с Высоцким впервые, Когда пришел работать в театре на Даганке В 1968 году. До этой встречи я толком ничего не знал о нем, Слышал две-три песни В плохой записи на плохом магнитофоне, Слов почти не разобрал, А хриплый голос счел технической погрешностью при записи. Поэтому, когда в театре я услышал его голос, Вживую я был поражен, Черт возьми, откуда это? Мы познакомились и выяснилось, Что он знал обо мне больше, чем я о нем. Видел, оказывается, вышедший в начале 60-х годов Довольно средний фильм «Исповедь», Где я сыграл главную роль. Помнил общежитие на Трифоновке, Куда я заходил к однокурсникам. Утверждал, что мы с ним якобы там пели, Злая мачеха у Кати отняла ее наряд. Убей бог, не мог я этого вспомнить. Сошлись мы легко. Может, это происходило от первоначального сходства Наших московских биографий. Наше послевоенное существование Тоже было во многом похожим. И он, и я в сущности, Уличные мальчишки, не знавшие особой узды. Как у него, так и у меня была коммуналка, Где на 28 комнатах всего одна уборная. Был и свой метростроевец, И ребята из ремеслухи, и свои главари, Самые отчаянные. Одного из моих звали Садко, А другого, как у Васоцкого, Чита. Ходили они в начищенных, приспущенных прохарях, А потом надолго исчезали со двора В тюремных коридорах. Наверное, такие общие биографические истоки Способствовали пониманию и симпатии друг к другу. Потом все переросло в дружбу. Немаловажную роль сыграло, по-видимому, То обстоятельство, что Володе импонировала Моя любовь к стихам. Ему очень нравилось, что я знаю их довольно много. Смею думать, что он относился ко мне уважительно И как к актеру. На одной из премьерных афиш сделал надпись, которой я горжусь. Ивана Бортника, русского человека, В жизни и на сцене. Поздравляю. Любовно и дружески. Слово «дружба» Володя придавало очень большое значение. Как и талант, дружбу он считал редчайшим даром. Сам был предан друзьям. Людей, к которым так относился, было немного. Вам не мешает моя негнущаяся нога? Мне нет. Не все знают, что актер Зиновий Ефимович Герт Был героем Отечественной войны и служил в саперных войсках. Причем в тех частях, которые занимались разминированием Немецких минных полей перед наступлением наших войск. Как позже вспоминал актер, им приходилось все время быть на передовой, а разминированием часто занимались вообще на подконтрольной немцами территории. «Это неправда, — говорил Герт, — что на первой линии фронта были только штрафбаты. Наша часть обычно выдвигалась на самую передовой, а штрафбаты оставались позади нас. А потом перед наступлением мы обычно ночью ползком выдвигались на территорию противника, чтобы в полной темноте, в прямом смысле, на ощупь разминировать проходы для наших танков. Все разминировать мы, конечно, не могли, но проходы шестиметровой ширины делали. Их наносили на карту, а по краям проходов ставили метки, а потом водители танков шли в наступление по этим меткам, уже не опасаясь подорваться на мине. Пехота шла за танками, также глядя на наши метки. А зимой даже эти метки были не нужны, потому что разминированная полоса была вся вытоптана нашими животами, и на целинном снеге ее так хорошо было видно. Надо сказать, что Зиновий Ефимович не любил рассказывать о своих боевых делах, и в интервью всегда скромно говорил, что воевал, как все, и ранен был тоже, как многие. Но по поводу его раны все же необходимо рассказать отдельно. Это был осколок, который попал ему в левую ногу. В одном из писем домой он мне без юмора писал, «Моя дорогая, не дивись, что редко пишу, время, кипяток, двигаем на запад пленные тучами, трофеев до черта, освободили уйму населенных пунктов, население встречает здорово, нога заживает туго, ничего, я пешком не хожу». Его позже отправят сначала во фронтовой госпиталь, а потом на лечение в Новосибирск. Из воспалений и раздробленной кости будет грозить даже ампутация ноги. Он перенесет 11 операций, и ногу все же удастся спасти, но она станет на 8 сантиметров короче и не будет гнуться в колени. Всю оставшуюся жизнь ему придется носить специальную обувь, и он будет заметно хромать. За свои боевые заслуги Зиновий Герт награжден орденом Красной Звезды. Мы были у Беллы. Вы были у Беллы? Мы были у Беллы. Убили у Беллы день целый, день целый. И пели мы Белли, молчали мы Белли, Уйти не хотели, как утром с постели. И если вы слишком душой огрубели, Идите смягчиться не к водке, а к Белли. Если вам что-то под горло подкатит, У Беллы и боли, и нежности хватит. Из воспоминаний Марина Влади «Владимир» или «Прерванный полет». Мы идем на дачу к Белле Ахмадулиной. Здесь совсем другая атмосфера. Здесь мебель самая разрозненная. Большой беспорядок. Кошки и собаки играют на постели с детьми поэтессы. На стенах висит немного измятая, прикрепленная кнопками фотография Двух самых близких друзей. Балата Куджава в темном костюме И его жены с высоко взбитой прической и короткой юбки. Как говорит шутливо Булат, Это было тогда, когда мы были стариками. В 1960 году. Если Белла отсутствует, То старая нянька импровизирует какой-нибудь обед, И мы обедаем все вместе, дети, животные и взрослые. Это всегда забавно и весело. Если Белла дома, То в доме тишина, и все обращаются вслух. Неподражаемый голос повышается С лицом бледной, обращенным к небу, С напряженной шеей, С венами, которые, кажется, вот-вот лопнут. Она выплескивает свою боль, Свой гнев, свою любовь. После бокала вина Она заливается веселым смехом, И время, как бы остановленное на мгновение Ее гением, Вновь набирает свой ход. Ну что ж, ну что ж, Да не раз будет страх Вас беззащитных среди этой ночи, К предательству таинственная страсть, Друзья мои, Туманит ваши очи. Станислав Любшин Как нервная система складывается? Идет, значит, война. Немцы подходят к Москве. Бабушка не верила, Что немцы войдут в Москву. Левитан читал, что враг будет разбит, Победа будет за нами. Мы с ней вставали на колени перед иконой И молились. Но на всякий случай она сшила нам Торбочки из носков, Ненужных тряпок, Сухарик туда положила, если что. Вот начинается наступление наших войск от Москвы. Мимо нашего дома идут сибирские полки, Едут танки. Под домом нашим были амбразуры и пулеметы, Если немцы пойдут. И мы с другом решили пойти на фронт. Нам по восемь лет. Танкисты берут нас в танк, Мы доезжаем до Алтуфьевского шоссе. Вдруг воздушная тревога, Нас из танка вытаскивают, как щенят. И под танк что такое? Немецкий самолет летает, А за ним наш гоняется. И вся эта территория, где окружная железная дорога, На три километра штабелями уложена бомбами, Минами, снарядами. Их для наступления свозили, И как брус складывали. И если этот самолетик сейчас бросит бомбу на склад, То придет конец всей Москве. И вот мы из-под танка смотрим, Самолет носится, 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 Наш стреляет, а немецкий летает. Потом немецкий вдруг сбрасывает. Бомба! А небо такое яркое, яркое, Холодное, голубое небо. Эта бомба летит. Тревога! Все заорали. И вдруг в последний момент Это не бомба, а мешок с листовками. Все это разрывается, рассыпается, Начинает падать. Солдаты побежали, Офицеры побежали, Солдаты хватают листовки, Офицеры им с сапогами по задницам, Чтоб не читали. Мы тоже побежали. Хотя еще в школу не ходили, Зацепились за рельсину, Перелетели, носы разбили. Когда шок прошел, Эти молодые люди в танке поняли, Что такое война. Их же чуть-чуть где-то потренировали, Они выкинули нас назад, И мы, опозоренные, Не дойдя до фронта, Вернулись в свою деревню. Прихожу домой, Мать больная лежит, холодно, Печка не топлена, Брат и сестра тоже лежат под одеялами. Надо что-то делать. Я встаю на лыжи, Беру двурочную пилу, Еду в лес. Местность болотистая. Поставили уже Надолбы деревянные от немецких танков, Навстречу их движению. Только я спилил дерево, Распилил по кускам, Чтобы везти домой, Как попадаю в Канаеву, Где столба нет. И туда проваливаюсь. И начинаю уходить вниз. Хватаюсь за края, Все обрушивается, Не могу вылезти. И вот уже по поясу, Уже выше, 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 А мороз сорок градусов, А я все глубже, Глубже ухожу туда. Мать что-то почувствовала. Будучи больной, Встала на лыжи И по моим следам поехала. Увидела, Как я уже по плечи заорала. Я сразу затрепыхался, Что помощь пришла. И уже почти весь там. А она протянула мне лыжину, Вытащила меня. А брюки у меня, Валенки там остались. И в лесу жила, В землянке бабушка. Ее все считали сумасшедшей. Мать посадила меня на закорке, Встала на лыжи И привезла к ней. А там тепло. И что меня поразило, Большой стол весь заполнен Кусковым сахаром. Не маленьким, А сахарные головы такие. Меня стали отогревать, Чаю дают с сахаром много. Вот я лечусь, лечусь, А мать говорит, Ну что, отогрелся? Я говорю, нет еще. Ну что, в порядке? Я говорю, нет еще. И до утра все отогревался. Потом в гости к ней приходили. Так что мне на фронт не удалось попасть. И когда вышел фильм «Щит и меч», Это была моя мечта Бороться с фашизмом, с самым страшным злом. И все для меня всерьез было. Моя мечта детства осуществилась. Алла Пугачева. В этот день ее квартира На улице Горикова Всегда была завалена Желтыми цветами. В основном это были тюльпаны, На которых не хватало обычно Уже никаких ваз И пятилитровых стеклянных банок. И они стояли просто в ведрах, Как на центральном рынке. А цветы все несли и несли. Миллион, миллион, миллион Алла Харас. Теперь я знаю, Как выглядит бедствие Всеобщего обожания. Это была Ахмадульна. Это когда Некуда ставить цветы. Их просто раздают Прохожим на улице. Зная, что в молодые годы, Пока Алла не стала такой Всесветно знаменитой, Она сама это часто практиковала. Шла с цветами И дарила их первым встречным. Таким способом она Призывала весну, Которая в Москве Всегда опаздывает. По природе своего дара И голоса Она, конечно, певица Улицы, площади Какой-нибудь крестьянской заставы, Где прошли ее детство И юность. Народ ее боготворил, Как и Высоцкого, Больше никого. Но их выбрал сразу Безошибочно и навсегда. Был какой-то момент, Когда Алла была совсем своя. Так же, как все, Как все, Я по земле хожу, хожу. Худая, нервная, Паленная своими Тайными печалями И разводами, Она приезжала в сумерках Из каких-то вишняков, Пела и уезжала Обратно в эти неведомые вишники. Что за вишники? Где это? На каком краю земли Они располагались? Но она там жила И довольно долго, Пока Кобзон Не пошел в Моссовет И не выбил ей квартиру На улице Горького. Но до сих пор Она вспоминает об этом, Как о главном благодеянии, Совершенном для нее В этой жизни. Квартирный вопрос, Будь он неладен. Эй, вы там наверху Не топочите, Как слоны. Никто у нее там Не топотал. Квартира была На последнем этаже. Потом она как-то Успокоилась, Внутренне отстранилась, Отодвинулась От этого Пылающего Мартена Народной любви, Еще долго Обдававшего ее Горячими Волнами Восторга И нежности. И даже букеты, Которые ей Приносили на концерты, Над тренированным жестом Не глядя Отдавала охраннику, Который дышал ей В спину, Пока она обходила Зал, Собирая свою Ежевечернюю дань. Когда я уйду, Далеко-далеко Не мучась И не тревожась. Она первой Уловила в воздухе Тайные вибрации, Которые потом Привели к тектоническим Необративым сдвигам. Первый услышал Голоса, Которые до нее Никто не слышал. На самом деле Она, конечно, Пифия, Как все великие женщины, Немного ведьма. Если она Чего-то хочет, То так и будет. Тут можно не сомневаться. Недаром Раньше ее Так опасались Разные начальники. Да и сейчас Уверен боятся. Просыпаются ночью В холодной спарине. Где Пугачева? Нет Пугачевой. Улетела жар птица. Упустили. Так им и надо. Ну, а мы ждем ее С Максимом. Как обычно Она будет курить В гордом одиночестве В отдалении от всех Не желая никого Беспокоить Ментоловым дымом Своих сигарет. А потом мы будем Смотреть на нее Издалека и любоваться. С днем рождения! Дорогая Алла Борисовна! Режиссер фильма «Двадцать дней без войны» Алексей Герман Вспоминал, Как во времени Большого перерыва На съемках Юрий Никулин Присел отдохнуть На солнышке Подставив ему Своё лицо. В это время Он не напоминал Клоуна Или народного Артиста. Это был Настоящий солдат. У него Даже достоинство Было какое-то Солдатское. Мол, Я тебе и чаю Принесу, и сапоги Сниму, но Холуем не буду Никогда. В годы Отечественной войны Простого солдата Очень уважали. Была в них Какая-то Независимость. Была она и в Юрии Владимировиче Вспоминал Герман. По словам Режиссера Подобрать кадр С Никулиным Других актеров Игравших солдат Было сложно Потому что Смотрелись они Фальшиво Потому что Они не настоящие А он настоящий Вот и весь фокус. Он до 20 дней Без войны Играл Замечательные роли Но другие А здесь он играл Интеллигента Которым был сам На самом деле Он с фронтовиками Разговаривал На одном Им понятном языке У Юрия Владимировича Никогда не было Актерского жарка По которому Опытного актера Всегда отличишь В толпе Он был настоящим И в кино И в жизни Людмила Гурченко Вы знаете Что такое Проснуться знаменитой? Нынешним актерам Этого не понять Когда вот Ровно вчера Ты был никто И звать тебя никак А сегодня На экраны Вышел твой фильм Который Одновременно Посмотрела Вся страна Одна шестая Часть суши И все И одна шестая Часть суши Уже знает тебя В лицо И по имени Обожает Готова носить На руках За один день И все поют Пять минут Пять минут И те Кто тебя вчера Еще в упор не видел И за человекой Не держал Сегодня бегут К тебе издалека Просто чтобы сказать Привет Привет Каково падать с Олимпа Сегодня тоже Мало кто может понять Сегодня для этого Надо сильно потрудиться А тогда все тоже Совершалось В мгновение ока Внезапно Перестает Звонить телефон Внезапно Все кто Вчера еще Издалека Бежал на встречу Чтобы сказать Тебе Привет И продемонстрировать Миру Что они с тобой Знакомы Сегодня Аккуратно Обходят тебя Словно лужу Стараясь Не глядеть Тебе в глаза О мой застенчивый Все на беду Все на виду Все в этой роли Одинокой О как ты гоготал Партнер Ты не прощал мне Очевидность Бестыжую Моих потерь Моей улыбки Безобидность И жадно Шли твои Стада Напиться Из моей Печали Одна Одна Среди Стыда Стою С упавшими Плечами Но О прометчивой Толпе Герой Действительный Не виден Герой Как бояз До тебе Не бойся И я тебя Не выдам Вся наша роль Моя лишь Роль Я проиграла В ней Жестоко Вся наша боль Моя лишь Боль Но сколько Боли Сколько Сколько Правила жизни Людмила Горченко Если тебе Льстят Значит Готовься К удару Самая лучшая Жизнь Это когда Живешь И надеешься Слово Счастье Похоже на Сейчас А потому Оно Не может быть Чем-то Постоянным Что-то Я не встречала Актеров С легким Характером Если конечно Профессия Владеет Ими Полностью Прошлое Как бы Оно Не отдалялось Живет Внутри В искусстве Отстанешь Не догонишь Просто Сходишь С круга Стать чемпионом Через десяток С лишним лет Ни одному Спортсмену Не удавалось Я обожаю Операторов Это мужская работа Это не актер Который ходит С зеркальцем В кармане Любовь У меня всегда Была одна Большая Искренняя Чувственная Преданная Только Объекты Менялись Возраст Это когда Один за другим Уходят Твои друзья Колени Считаю Что Учить других Можно Не над акциями А только Собственным Примером Хочешь Выжить Умей терпеть Очень Трудно Любить Человека Который Делает Что-то Лучше Тебя Надо Быть Талантливым Умным И Главное Материально Независимым Чтобы Спокойно Заниматься Тем Чем Хочешь Аплодисменты Дают тебе Крылья Аплодисменты Жидкие Их Убирают Когда Слышишь Стук Собственных Каблуков Провал Если Я стучу И не слышу Ничего Это Прекрасно Наверное Дело В том Что В какие-то Моменты У женщин Полностью Отключается Голова И Тогда Диктовать Поступки Начинает Другая Часть Тела Женский Организм Это Вам не Гармон По Толстею По Худею По Толстею По Худею Надо Держать Себя В руках Я До Сих Пор Помещаюсь В одежды В которых Снималась У Рязанова В Карнавальной Ночи Если Мой Любимый Человек Меня Изменяет Значит Считает Меня Ничтожеством А если Я Ничтожество Значит И он Тоже Ничтожество Потому Что Меня Выбрал В таких Случаях Я Просто Уходила Навсегда Пожалуйста Верьте В себя Любите Ничего Не Бойтесь Будьте Свободными Рискуйте Понимаете Жизнь Такая Штука Что Вроде Ты Вот Вот Молодой Молодой А потом Бац И Конец Оглядываешься И думаешь О том Как Много Всего Не Сделал Потому Что Боялся Стеснялся Струсил Не Надо Ничего Бояться Рискуйте Пусть Даже Вы Ошибетесь Это Жизнь И Главное Конечно Любите Друг Друга Всегда Каждую Минуту Георгий Данелия Немножко Грузинах Мне надо было Срочно Вылетать В Москву Приемные Экзамены На Режиссерских Курсах В авиакасе Мне сказали Что на сегодня Билетов Нет Я показывал Своему Сфильмовское Удостоверение Говорил Что очень Надо Врал Что срываются Какие-то важные Съемки Мне Сочувствовали Но Разводили Руками Ничем Не можем Помочь Билетов Нет Тогда Я пошел К своей Тетушке Верико Анджепаридзе Верико Сразу же Позвонила Министру Грузинской Авиации Министр Авиации Сказал Что для Племянника Самой Великой Актрисы В мире У него Всегда Билеты Есть Минут Через 15 Он Перезвонил Извинился Сказал Что сегодня Оказывается Особый День И билетов Правда Нет Билеты Есть На завтра На любой Рейс Тогда Я позвонил В ЦК Дэви Стурова Дэви Сказал Что билет Не проблема Я ему сообщил Что Верико Говорила с министром И тот сказал Что сегодня Такой особый день И билетов нет Ну министр Это министр А ЦК Это ЦК Через 10 минут Дэви Сказал Что билетов На сегодня Действительно Нет Особый день Я пошел В гостиницу По дороге Зашел В воде Лагидзе Выпить вкусные Газировки Которые очень люблю Там встретил Вову Мартынова Вова Мартынов Тбилисский Свой парень То есть человек Которого все знали И Который всех знал Он спросил По грузински Ты что такой грустный Русский Вова Говорил со мной Только на грузинском Считал Что мне нужна практика Я ему сказал О проблеме с билетом Эээ Я думал У тебя действительно Что-то случилось Пойдем И возьмем билет Билетов на сегодня нет Для нас Гия Билеты у них есть Пошли Народу в кассе Было очень много К окошку не подойти Вова Высокие Широкоплечья Снял кепку Вытянул руку С кепкой вверх Приподнялся еще На цыпочках И крикнул на весь зал На-на Это я Вова Посмотри сюда Кепку мою Видишь? Вижу твою кепку Вова Что хочешь? В Тбилиси было Две джинсовых кепки Одна у Вова Вторая у знаменитого Футболиста Форварда Сборной СССР Давида Кипиани Один билет В Москву На час пятнадцать Крикнул Вова Паспорт давай Вова взял у меня паспорт И попросил Передать его в кассу Подожди А деньги Деньги возьми Сказал я Деньги я и отдам Не волнуйся Сказал Вова Он мне денег не взял Когда я начал настаивать Он сочувственно посмотрел На меня И сказал Что я совсем Обрусел На самолет я успел Летел и думал Министр это министр ЦК это ЦК А Вова Это Вова Я несла Свою беду По весеннему По льду Обломился лед Душа Оборвалась Камнем под воду Пошла А беда Хоть тяжела Но за острые края Задержалась Но за острые края Задержалась И беда С того вот дня Ищет по свету Меня Рядом с ней Идут полу Идут полу С крылатолками А что я Не умерла Знала голая Петла И еще Перепела С перепелками С перепелками И еще Перепела С перепелками И еще Сказал Ему Господину Только выдали меня, выдали меня, проболтайся. Я страсти сам не свой, он отправился за мной. А за ним беда с молвой увязались. 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 Он на стих меня догнал, обнял на руки поднял. А за ним беда в седле упылялся. Достаться он не мог, был всего один денек. А беда на вечный срок задержалась. А за ним беда с молвой увязались. А за ним беда с молвой увязались. А в ламе ему соля. Душа оборвалась. Махатма Ганди. У Бога нет религии. Еще у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему все равно, едим ли мы яблоки до спаса. Готовим ли молоко и мясо на разных плитах. Принимаем ли пищу в светлое время суток во время Рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Все это придумали сами люди. Слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет миквэ. Не молится за умерших на манер протестантов и не признает литургии. Ничего за две тысячи лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать, ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мохаммеда и Буду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки, подделываем голоса, носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живем, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту землю с одной единственной задачей – обрести счастье. Бахатма Ганди 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 Бахатма Ганди